друзья всем привет с вами санек продолжение видео про интересный шкивок вот про сцепление опять же про сцепление да чтобы мало ли кто может кто не видел не понимает о чем речь можете посмотреть у меня на канале было буквально недавно вот что за проблема и будем сейчас не бороться при детальном досмотре вот этого ступицы ступицы это поворотный кулак лишнее все обрезано и просто приварено чугунина к стальной пластине что произошло после приваривания возможной процессе она скорее всего сразу все это произошло еще бы чуть-чуть и все бы уже рассыпалась то есть чугун к стали не прижился и так зачистил щуточкой вот она все оторвано вот по кругу также оторванные и вот здесь вот понятно да сварочка также по кругу сколько она бы продержалась никому неизвестно просто пузел бы отвалился да и все в общем буду сейчас это все дело друзья переделывать с человеком договорились по цене сошлись в общем выкидываю эту ступицу и делаю ступицу такую чтобы она прикручивалась никакой сварки здесь я делать не буду будет полностью разборной узел маховичок уже готов я уже показывал выточены также из маховиков до выточены два ручья вот только из девятошных это шестерочные вот как-то так и буду внедрять его сюда плюс еще опять же пожелания до пожелания с этой стороны сделать выход под 10 насос то есть не только выход данное крепление чтобы можно было поставить насос и все это дело работало вот как-то так ладно хоры ля-ля сейчас в общем долго церемониться не буду вот это эти сопли немножко под пилю один резкий удар это все дело вываливается но дальше уже буду настраивать ну друзья что и говорил пяток хороших ударов через проставку и он у нас купится уже на месте давайте посмотрим держалась тут видно будет даже по ней где она оторвалась ну понятно здесь я подрезал специально на всякий случай а здесь вот они краюшки кое-как кое-как как тут вообще вот они ржавые тут они ничего не держали здесь чуть-чуть имеют вот если сверху смотреть здесь тоже ничего в общем чугун плохо прижился остальной вот этой штуке сейчас здесь зачищаю все друзья зачистил все выровнял по убирал лишние сопли и теперь надо найти то место которой которым должна прикручиваться ступица буду использовать вот такой шаблон сделаю давным-давно когда-то хотел себе делать плиту потом это меня перебила передумал так вот он и лежал по сей день шаблон уже прикручивается коробки все это уже размечено переноси все на металл вырезание говорится и все будет хорошо вот при помощи этого шаблона как он там должен стоять вот так вот сейчас короче найдем нужное положение потому что немножко не с той стороны 1 2 3 4 все вот таким вот друзья образом сейчас вкидываю болты просто чтобы она никуда не сдвинулась болты здесь на 12 вот соответственно вот сюда все здесь у меня есть вот такая сверловочка сейчас через нее шуруповертом слегка отмечаю крепление ступицы и всю снимаю засверливаюсь но там посмотрим все друзья отметил просверлил не вышло это дело вот таким вот друзья образом но отверстие было не знаю я-то его не делал но тем не менее вот сюда выходит крепление что делать как быть то все очень просто в помощь придет вот такая проставочная шайба сейчас ее конечно почищу да просто щеткой на болгарки поставлю почищу выставляю ее так как мне нужно вот все относительно сравнительно привариваю полностью по кругу и просверливаю 12 12 фрезой друзья ставлю фрезу сверилили в потому что здесь выходят на края и фреза его это все дело я думаю вырежет вот как-то так учет друзья сцепление готово на 99 и 9 ты батарейка сдыхает процента остаются небольшие нюансики и и вот с прошлого да вот эпизодика которые вот увидели секунду назад прошло друзья 12 часов всего лишь навсего чтобы вот посмотреть следующий эпизодик а завтра я покажу вам следующий эпизодик и видео будет буквально там пять-десять минут в реале пару суток вот такие друзья говорится дело как можно заметить ночь прошла мгновенно сейчас разберу покажу как я там все это дело и исполнил за одной подшипник поменяю ступицы вот этот новый и новый поставлю сразу ступицу чтобы человек вообще не думал ли это болячках и проблемах вот как то так так с этой стороны друзья ступица входит с этой стороны а прикручивается с обратно то есть со стороны маховика срезал я юбку здесь вот эту вот вот она нет не она без разницы это вот отсюда но здесь помните да на ступица стоит такая вот центровочная будем так говорить для тормозных дисков там для автомобильных дисков в общем сточил я его и вот ответную часть которая должна ставится с той стороны я воткнул вот с этой стороны поставил так болты торчат я их подрежу но они в принципе не мешают можно их и так оставить а можно и подрезать они за маховиком их не видно никак наверно так и оставлю ничего не цепляется все как говорится по классике засверлено нарезана резьба для крепления маховика здесь под подшипник сейчас достану в принципе пускай так и будет так с этой стороны все это дело выглядит вот таким образом вареная проставочная проставочная проточена ступица проточена и заходит плотненько заодно и центрует и позиционирует в нужном положении варивал поверьте друзья не наугад 10 раз примерял чтобы вот все четко заходило подшипник первичного чтобы там все было замечательно притянул а потом только обварил вот вон то крица отверстие большое она осталась между шайбой и самой ступицей все ступица повторюсь еще раз позиционируется в проточенной шайбе узел получился разборной и вполне себе ремонтно пригодный вашу здесь ремонтировать час новый подшипник здесь поставится и принципе сюда заглядывать можно будет никогда вот вместо обычной стандартной гайки с шайбой буду использовать вот такую гайку где резьба на всю ее длину потому что потому что гайка стандартная да и вот такая шайба шайба ворует если я не ошибаюсь здесь 8 где-то 7 7 8 миллиметров на друзья резьбы и гайка становится высоко будем так говорить вот конечно еще не притянул внутри мы тем не менее путем замены гайки но такого плана нет необходимости ставить вот эту шайбу она уже здесь присутствует все это затянется чуть опустится вал подрежется станет переходничок в общем все по минимуму чтобы насос сильно не выпячивал а как можно ближе стоял к плите насколько это возможно вот ладно много разговариваем основное показал теперь теперь собираю этот узел меняю подшипник собираю узел и делаю крепление под насосом ш 10 все потом уже накидываю маховик потому что и уже нужно будет все это дело собрать и отправить но вот так вот все это дело выглядит с этой стороны кстати просверлил еще под восьмерку два было два еще просверлил мук шаби просто есть отверстие да и по ним же засверлился и также здесь нарезал резьбу пока удобно все сейчас это дело наживляю и прикручиваю как нужно стоит четко даже вот это большой отверстие уже не помеха вот как-то так ну и само собой уже финальный так сказать штришок это крепление для десятого друзья насоса сделано из уголка толщиной шириной 40 миллиметров все эти толщина пятерка 5 миллиметров плита сама 6 миллиметров крепление из пятерки ну подходящие волки просто нашел по вышине подрезал их на 4 миллиметра очень удобно подрезать было их этим самым ленточной пилой прямо чертил выставил вообще четко что это дает мне теперь мне теперь задает дело установить нового лазит плотненько друзья прямо наступиться надеть и тогда отверстия совпадут напротив отверстий в принципе вот как-то так он подровнять понятно дело левее правее и прикрутить остается на 4 болта вот такого друзья плана под шестигранник очень удобненько крепятся здесь у меня технологическая чтобы добраться ключом было удобно до шестигранника вот и закрутить а здесь уже затянуть здесь то можно и так закручивать дальше затягивать в общем такая вот друзья история насосом сделал вниз насосом сделал вниз но ее можно установить друзья как угодно сейчас сниму конечно это все дело извиняюсь кому-то на полбу заехал можно установить вот так в бок можно установить вот так насос длинной частью вверх да все на совпадает можно вот так это уже человек сам решит как ему удобно все это дело разместить в раме может быть так может так короче четыре положения будут присутствовать ну если не нужен насос если он сейчас не планирует ближайший год ставить это можно вообще снять не все и катать так вот без этой всей причин далины вот такие друзья дела в общем сейчас прикручиваю все это дело и прикручу насос с переходничком покажу как это все дело выглядит ай маховик вот прикрутил друзья насос втулка имеет зазорчик небольшой в миллиметр так чтобы не упиралась это все дело в стенке работала так как нужно вот никуда она не выскочит никуда она не денется гайка повторюсь еще раз тарелки-палки работать будет на затяжку она так затянута пневма считаю друзья переделку завершенной вот это наверное скорее всего оставлю долгую память буду рассказывать все все работает так как нужно всем друзья пока с вами был санек скоро увидимся